Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 25, вопрос 3698. Вы раньше делали разбор вопросов и ответов патриарха Алексия, митрополита Кирилла и других. Есть ли еще рассмотрение чьих-то интервью или вопросов? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Считаю, что сказанного уже вполне достаточно, чтобы понять, что вожди слепые у слепой паствы не перевелись. Российская газета 20 декабря 2007 года, страница с 20 по 22. Мы живем в мире подмен. Очень символичное название всей грамоты, какую несет архиерей. Трехчасовая беседа читателей газеты с архиепископом Белогородским и Старо Аскольским Иоанном в редакции российской газеты. На трех страницах помещено около 20 вопросов и ответов. Ни одного правильного ответа. Одно лицедейство и кощунство. Газету Сию мне принес член нашей общины Глухонемой и, открыв страницу с двумя портретами, лукавствующего архиепископа показал пальцами на голове рога. Вот оценка рядового члена церкви, который читает Библию. А этот дядька с крестом на клобуке не знает даже того, что вполне разумеет Глухонемой. Цитировать вопросы и ответы нет никакой возможности. Мусор. Как будто нет нигде никакого Христа, нет жертвы Иисуса на Голгофском кресте. Будто бы этот так называемый архипастырь, выпустивший книжку «Любовь долготерпит», ни дня не сидел за Библией. И книжка сего любвиста пользуется якобы спросом. Да, это-то как раз и говорит, что его книжки ни одного человека не приводят ко Христу. Они могут только усыплять, боюкать, как губкое размазывая гной застарелых и неисцельных ран народа. Если пожелаете, можете сходить в библиотеку и прочесть, или я могу принести вам на следующую встречу. Ни одного вопроса не разрешает прямо на основании Библии, а крутит по помойкам. И чего приходится ждать дальше? Иезекииль 19.3 И скормила одного из львенков своих. Он сделался молодым львом и научился ловить добычу, ел людей. Иезекииль 34.6 Наум 3.18 Спят пастыри твои, народ твой рассеялся по горам, и некому собрать его. Апостола Петра к язычникам призвали, и должен с ними он беседу был вести. Исполнился тогда апостол Петр печали, и не решился он к отверженным пойти. Не знал, как поступить, и с увлеченным ложью, и скверны устрашась по приболе меча, не шел, чтоб возвестить святую правду Божью. И дома пробыл так он, сердца не смягча. Но вот с небес ему благое провидение, чтобы души его рассеять этот мрак, на крыше видит некое видение, и тем дает Господь чудесный знак. И был видением тем смущен Христов служитель. Он понял, что ему невидимость небес послал в святой завет Божественный Учитель, что он страдал за всех, и в третий день воскрес. И он пошел туда, куда его призвали, и сжег сердца людей, его речей глагол. И только лишь, когда Христа они познали, апостол с миром вновь из их страны ушел. П. Масленников